Всем привет! Сегодня у нас суббота. Мы едем к бабушке. Мы едем в Ихве, чтобы купить Лере зимнюю обувь. У нас неожиданно... У нас неожиданно наступила зима. И оказалось, что Лерина обувь не подходит для того, чтобы ходить по снегу. Она промокает сильно. Ариша, правда, протестует против сегодняшнего шоппинга. Она требует, чтобы ее отвезли в бассейн, к бабушке. В общем, куда угодно, только не в шоппинг. Идите сами в шоппинг. Когда мы вернемся, я хочу еще показать другую одежду, которую мы купили на осень, на зиму. Я сейчас одевалась и обнаружила, что большая часть моей одежды в Алиэкспресс. Покажу вам, что у нас есть с Алиэкспресс. Я покажу нашу погоду. Сегодня у нас 28 октября. А я помню, в том году в октябре тоже был снег. У меня был влог за 25-е, по-моему. Тоже было все снежное. Матя, мне! Ты хочешь снимать? Да! Папа уже поменял колеса на зимние. Резину поменял. Дай мне! Да, сегодня, видимо, будет очень веселый влог. Да! У меня один скупочаток. У меня один одень. Мы спускаем. Мы спускаем. У меня же не надежда, когда мы иди водят. Вот как можно съехать спокойно. Надо просто и камеру дать, а она разговаривает с камерой. Она просто не кричит, разговаривает с кем-то. Аришка, тебе нравится здесь? Мы в торговом центре, еще одном. Идем смотреть в Радемаре, Лере, ботинки. Вон они. Вот туда мы идем. Рыжка. Да. Тапочка. Тут нету нормального. Как это нету? И что, тут нет нормального, что ли? Нет, я вот такие. А ламбия ей не понравилась. Да. Вот такие, Лере, не понравились. А вот чуть повыше. Смотри, они более изящные. А эти, да. Эти понравились, но они какие-то стрелые. Эти мне не понравились. А эти мне нравятся зато. А вот эти снизу, которые черные. О, они порученные. А может там размер меньше есть? 32 начинается. Второй большой. Ну, смотри, Адидас. Адидас, да. И верх непромокаемый. Вот они какие-то тут. Стремные. Такие нормальные. Ты чего? Какие-то мягкие. Зато легкие. Ты чего? Это не должна быть такие? Нет, нет. Вот, смотри, какие прикольные. А подошвы вот такие. Смотри, какая классная. Я хочу такие. Померяйте. После длительных поисков мы все-таки нашли сапоги, которые Лере понравились. Покажи, скажи, что там за сапоги. Это фирма Катманду, шведская фирма. Купили мы в нашем. Как всегда, едем в Ихве, а покупаем потом все равно у нас. Мы их в самом начале видели. Да, мы вчера на них смотрели, но хотелось все как бы посмотреть, что еще имеется в наличии. Мы посмотрели все. Ну, сказали, хорошая фирма, шведская. Я думаю, известная многим. Полгода гарантия. Если за полгода объявится какой-то брак, можно будет прямо в магазине. Поменять. А так два года на предъявление претензий. Ну, предъявление претензий, по сути, у нас ничего не значит. Ты пожалуешься, но менять тебе ничего не будут. Ну, видно, что хорошая обувь. И мы купили в спортивном, то есть это... Я не знаю, эта фирма, она вся как патентует? Как спортивная одежда? Катманду это спортивная, да. Есть кроссовки Катманду. Там ветер. Вот так они выглядят на ноге, если будет слышно. Нет, классные. С меховушечкой. Так, мы вернулись домой. И, как я и обещала, хочу показать вам мои покупки одежды с сайта Алиэкспресс. Иногда в наших влогах или в каких-то других видео мы показываем то, что заказываем на этом сайте. И у нас случаются такие ситуации. Мы что-то купили, показали, а через месяц эта вещь сломалась. У нас такое было не раз. Поэтому сейчас я решила сделать немножко по-другому. То, что я буду показывать, уже проверено временем. Это одежда, которую я заказывала часть весной и уже носила весной. И с ней ничего не случилось. Она дожила до сегодняшнего дня. И часть, которую я заказала месяц назад. То есть, она тоже месяц со мной уже. И с ней ничего не случилось. Как оказалось, снимать такие обзоры лучше спустя какое-то время. А не сразу, когда приходит посылка, вы ее распаковываете. Как все классно. Так что, сейчас посмотрим, что выжило из одежды. Себе и Лере я заказала леггинсы. Мои леггинсы стоили 3,90. Лериные 7 евро. Но они различаются по качеству. Вот эти более гладкие и потоньше. А детские, они более плотные. Лера в них уже ходит, наверное, месяц. И, видите, уже появились такие, не знаю, что это, затяжки. То есть, это какие-то ниточки, которые торчат. Они как будто изнутри высунулись сюда наружу. Что-то вроде затяжек. Сами леггинсы теплые, с начосиком. И я уже беру такие ей второй раз. Хватает, наверное, на несколько сезонов, пока они не станут ей маленькие. Она их носит даже зимой с колготками. То есть, вниз можно одеть колготки. Они хорошо тянутся. Детственный минус. Вот такие они становятся через какое-то время. Мои леггинсы тоже с начосом. И мне удавалось даже на них одевать сверху джинсы. То есть, если Лера под свои одевает колготки, я использую леггинсы как колготки. Никаких затяжек пока нет. Мы начали носить их в одно время. На концах вот такие есть резиночки. Интересные. Вот одна из моих недавних находок. Свитер или даже его можно носить как платье, потому что он довольно длинный. Стоил он 6,78. Он очень приятный. Шерстяной. Теплый. И, как видите, с таким новогодним рисунком, узором. Размер был один. На Алиэкспресс есть такое, что один общий размер на всех. Поэтому я не знаю, Эска это или Эмка. Мне он слегка свободный. Вот так этот свитер смотрится на мне. Единственное, может быть, рукав немножко коротковат. Так он довольно удобный и приятный. Немножко свободный. Я пытаюсь заснять этот фрагмент в 60-й раз. Смотри, ко мне приходит Ариша и приходит кот. Мама! Мама! Короче, вот такой длинный этот свитер. Прыгать хочу. Прыг, 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 прыг. Водолазка, которую я заказывала на каждый день. Внутри она вот с таким начесом. За счет этого она очень теплая. И у нее двойной такой воротник толстый. То есть вот с курткой ее хорошо носить. Месяц я ее уже ношу. Пока она, как видите, в нормальном состоянии. Даже катышек на ней нет. Все швы, все отлично. И стоила она 5 евро. Попробую успеть вам показать эту водолазку на себе. Я ожидала, что она будет более обтягивающая. Будет она немножко свободная. Ты не можешь. Я никак не могу найти. Томаса не можешь найти. Пришел эксперт по водолазку. Так она, в общем, обтягивает. Она очень теплая. Очень. Вот сейчас дома я в ней сижу, мне уже жарко. Рискнула заказать куртку весной. Как видите, до сих пор в ней хожу. Вот она такая, немножко дутая. Она на ватине. Здесь у нее резиночки. Карманы без молнии. Все швы, все в порядке. Претензий не имею. Молния работает отлично. И довольно теплая. Вот покажу еще сверху. Чтобы было видно целиком. Немножко она, конечно, смотрится так на мне дута. Немножко беременная куртка. И внутри у нее ничего нет. И, как мне кажется, не нужно. Потому что мне вполне тепло. Без всяких подкладок. Папюшон у нее не отстегивается. Тут он пришит. Здесь есть такие декоративные затяжки. Но они ничего не затягивают. Скорее всего, просто для красоты. Вот производитель. Куртка, которую я сейчас показывала. Вот так она смотрится на мне. У нас кипящо. Давай, пойдем. Эту куртку я уже ношу второй сезон. Она не развалилась. И она очень теплая. Стоила она всего 22 евро. Я хочу прыгать. Что-то мне уже ее испачкало. Я ее, кстати, уже стирала. После стирки она тоже никак не испортилась. Вот один из моих любимых свитеров. С Алиэкспресс. Это размер Эско. Стоил он 11 евро 34 цента. Вы могли меня в нем уже, конечно, видеть. Он очень мягкий и теплый. Отличная находка. Его я заказывала весной. То есть я его носила весной и вот осенью ношу. И видите, на нем немножко появились катышки. Но эти катышки легко удаляются специальной машинкой или просто бритвой. Сам свитер не колючий. И, как написано у продавца, это хлопок и шерсть. Вот этот свитер. Я думаю, вы его узнали уже. Те, кто наши постоянные зрители. Ну, Ариша, иди сюда. Ариша так бегала. Старалась тоже попасть в кадр. Я ее поймала и одела вот такую кофточку, тоже заказанную с Алиэкспресс. Она, конечно, не осенняя, но, Арише, так хотелось вам тоже что-то показать. Покажи ее, Арише. Пока она нам большая, она на 2 года. Видите, здесь такая вышивка есть. Даже не вышивка, аппликация. Эти кусочки, они прошиты все. Они не приклеены, они прошиты. Да? Ариша, какая у тебя кофточка? Тепленькая? Скажи, очень тепленькая. Очень тепленькая. Пока-пока. Спасибо, что ходили сегодня с нами за покупками. Мы очень рады. Пока. Пока-пока. Пока. Пока. Ариша, скоро Хелли? Скажи Хелли. Хелло. Хелло, ариша говорит. Хелло. Вот эти тыквы мы тоже заказали на Алиэкспресс. Покажи, Ариша, какие они. Я варили. На самом деле. Они вот такие. Они отрываются. Ба-а-а. Они предназначены для щадящего использования. Ой. Ой. И мнутся. Сильно надавите, они не восстраиваются. А это мы забыли. Вот так. А так классно. Успокойся. На. Leon.